Красивую книжку можно, мне кажется, ему и в год предложить. Конечно, не давать рвать. Эта привычка, она может надолго сохраниться. И потом эстетический вид книги, мне кажется, больше оценит маленький ребёнок. Иллюстрации, вся эта работа, шрифты. Дети очень чувствительны к таким вещам. Чего, к сожалению, электронные тексты не дают, хотя мы все пользуемся сейчас. Но это всё-таки больше такое прагматическое чтение. Вот скажите мне, пожалуйста, при наличии сегодня электронных читалок, которые страшно удобны. Ну вот такая маленькая штучка у тебя в кармане, в сумочке, там, не знаю, сотня томов может помещаться. Они вообще могут заместить библиотеку или нет? Понятно, что вырастет поколение, которым запах фолианта, в общем, ни о чём не говорит. Ему это неинтересно. Чем будете заниматься? То есть не обязательно заниматься книгой как предметом. Мы же работаем со смыслами, с текстом, со словом. И вокруг этого можно строить очень много. Но, собственно, мы уже начали эту работу делать. То есть у нас прекрасный выставочный зал. Мы делаем такие вот синтетические проекты, когда какую-то тему литературную или какого-то автора, писателя, объединяем с видеорядом, объединяем его смыслы со смыслами, которые вкладывает художник в свои работы. Это и кинозал. То есть мы показываем, большим интересом пользуются, кстати, хотя видеотека большая, как раз фильмы о Перми, о Пермиках, то есть киностудия «Новый курс», «Тайны города Перми», вот эти вот фильмы. Это тоже всё очень хорошо стыкуется с нашим фондом краеведческой литературы. Он, кстати, далеко не весь ещё отсканирован, поэтому волей-неволей приходится всё равно обращаться к бумажным источникам. Это и центр настольных игр сейчас, в которых масса игр именно на грамотность. На ассоциации. Да, у ребят вот эта потребность может формироваться вот таким вот образом. Это и музыкальные вечера, которые мы объединяем музыку и стихи. Вот цикл уже такой музыкальных, литературных, поэтических вечеров прошли. Ну и слово «Новый» у вас тоже проходили вечером. Они собирают огромное количество людей. Мы, честно говоря, были удивлены. Проект новый, но он уже очень стал популярным, поскольку появился концертный рояль. И вот целое направление просто необъятное. То есть мы о Пастернаке проводили такой вечер, и Рахманинов, и поэзия «Серебряного века». И Решетов был посвящен вечер. Вот видите, то есть вариантов различных очень много. То есть это вот такое… И театрализация. Это все равно такое немножко погружение. Это не просто общение с книгой, это некое погружение, да? Возникают совершенно новые какие-то смыслы, новые эффекты. Ну, то есть мы не так одиозны, чтобы вот замкнуться. Вот формируем себе этот книжный фонд, который у нас 95%. Но при всем при этом и электронных документов очень много покупаем. Библиотека перестает быть просто местом некоего хранилища. Библиотека становится контекстом для какого-то события, да, которое происходит. И туда вовлекаются читатели, да? Очень разные люди. Посетители. Вот смотрите, кто же это люди на сегодняшний день? Вы можете создать некий портрет собирательных? Ну, общего портрета нет. Мы все-таки имеем в виду… Хорошо, категории. …какую-то категорию, когда готовим ту или иную программу. То есть для школьников мы очень много делаем программ по краеведению, так называемому, да, и экскурсии. Это вот целый блок, нулевая верста. У нас есть такой цикл уличных экскурсий. Экскурсии и по дому Смышляева. Все, что вот связано с какой-то двигательной активностью, детьми воспринимается очень хорошо, чем если бы мы посадили их и что-нибудь делили бы. И начали ему лекцию читать, да. Это и мультимедийные, очень качественные программы о героях дома. То есть о Пастернаке, о Старгине, о Решетове. Разные форматы здесь. И программы, может быть, вообще-то небольшой такой краеведческий этюд какой-то. Может быть, день целый, вот у нас день поэта Решетова ежегодно в день рождения его проводится. Ну, конечно, Дмитрий Дмитриевич Смышляев. Ну, это, безусловно, такая величина, такая гигантская фигура. И он владелец нашего дома. Вокруг него очень много событий выстраивается по разным каким-то вот культурным векторам. Современной Перми в том числе. Музыкальные вечера. Ну, вот взрослая публика в основном туда ходит. Но если мы немножечко вектор поменяем, то есть мы намерены работать с пермскими композиторами, с молодыми, то, наверное, и публика будет немножечко другая. Другая, да. Вот Чехов друг, мы первый раз их приглашаем в библиотеку на Библионочь. И думаем, что они приведут к нам другую аудиторию. Молодую публику, да. Также планируется встреча с журналистами. В эту библионочь приглашаете Юлию Баталину. Она человек, безусловно, неординарный, очень разносторонний, развитый. И там можно будет очень о многом говорить. Часовая это будет, да, такая встреча. Цикл такой есть замечательный, необыкновенный рассказчик. Уже около десяти человек у нас побывали, все из разных сфер. Но безумно интересно слушать их. Вот смотрите. Ну и разговаривать, конечно. У меня создалось впечатление, что после того, как на экраны выходит какой-то интересный сериал, хорошо сделанный по классике, это всегда вызывает большой интерес. К стиму, безусловно. Просто даже в поисковике забиваешь, и первый выпадает на Анна Каренина. Мы спускаемся в подвал, кипами выносим, все эти издания выставляем. Просто заметно, конечно, повышается. Ну, вообще классики сейчас, одни, конечно, говорят, что классику не трожь. Вторые говорят, классику читать невозможно. До зубовного скрежет-то все это очень долго. Темпа ритма нет. Молодые люди привыкли к другому, к экшену. И вот надо ли продираться через вот эти словеса, там, Толстовские, Гоголевские? Или поступить по-американски, выпустить тоненькую книжечку? Ну, я думаю, надо гомеопатическими дозами такими. То есть, в принципе, ну, что совсем-совсем не может, ну, хотя бы вот так. Ну, вот, пожалуйста, вот приходите, Аверченко послушайте, убедитесь. Все свежо, все актуально. Нет, ну, Аверченко потрясающие тексты, там, женская ложь и все это. У Мунина, ну, вот, ну, как, вот, солнечный удар, ну, классика уж безусловная. Но как ложиться на слух, когда это хороший голос, хорошее чтение, правильное интонирование. У нас, кстати, вот наша аудиоколлекция, ну, в общем, очень так активно используется читателями. Кто один раз вот взял и понял, как это хорошо, как это удобно, они пользуются этим. Что из свежей литературы вы могли бы посоветовать тем людям, ну, которые давно не брали книгу в руки, да, и хочется что-то почитать новое, как говорит мой хороший знакомый. Мне кажется, я уже прочитал все, и ничем меня удивить нельзя. Чем можно удивить? Ну, я бы обратила внимание вот на молодых, на новых авторов. Безусловно, вот «Ориентир» — это, конечно, премиальные книги, да, большая книга, национальный бестселлер, букер. Это один из «Ориентиров». Прям пофамильно можно? Ну, наш Леонид Уизифович, после того, как получил национального бестселлера, он, ну, каждое его произведение теперь, в общем-то, отслеживается, безусловно. Алексей Иванов тоже. Алексей Иванов тоже, да. Ну, вот Дина Рубина, она, ну, в общем-то, лидер безусловный, и пока, вот, мне кажется, позиции свои не сдает, и сдается очень много. Людмила Улицкая. Людмила Улицкая, да. Она пишет, конечно, поменьше. Сразу тем, кто на том конце экрана говорит, это женская литература, не спешите ставить штамп, потому что это большая литература. Просто многие говорят, что женская литература... Много хороших книг, причем вот именно из актуальной, отечественной нашей словесности. Я, честно говоря, даже стала меньше читать зарубежных авторов, ну, поскольку вот хочется вот как-то вот эти все имена знать. Илья Бояшов, ну, безусловный лидер, по-моему, такой хороший, такой зрелый автор. Фильм сняли, но не все книгу читали. Она вот у нас почему-то стоит, а прочитать нужно обязательно. Ну, в общем, в любом случае покопаться тем, кто давно в руки книгу не брал. Стоит посмотреть на современных авторов, обратить внимание, потому что действительно это очень любопытно. То, что с литературой в последнее время происходит, это очень любопытный процесс. Там вот, по-моему, вот там вот все выплескивается, то, что стагнируется в обычной жизни прямо там, в Урле и все. Ну, спасибо большое. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что «Библионочь-2013» состоится где, когда, во сколько? 19 апреля в 20 часов мы приглашаем к нам в Пушкинскую библиотеку. Ну, в общем, сходите, наберитесь терпения до часу ночи. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова